Девушки отдыхают Куда она уехала? Кого она знает? С дочкой непременно что-то случилось Мама, пожалуйста, не думай о плохом Я продолжаю поиски Спускайся вниз О, мертвая бабушка постарела еще на один год Почему ты не разбудила меня? Я не будила? Сколько раз я завала тебя, но ты все твердила Еще пять минут, еще пять минут и не вставала Потом проснул Сомер, и я заняла Сим Мамочка моя, мне нужно бежать, я опаздываю Мы правда поженились? Да, женушка Но мне нужно ехать домой, Бора Как глупо, правда? У тебя теперь есть другой дом, Назан Наш дом Только скажи, я сразу заберу тебя оттуда Знаю, но сейчас нельзя Нужно найти подходящее время Тогда я смогу спокойно покинуть дом И забрать Борана Верно Я буду ждать тебя, сколько пожелаешь Ни в коем случае не торопись И не огорчайся еще больше Ладно Теперь я должна ехать Доброе утро, Ситере И вам доброе утро Я сейчас принесу кофе Спасибо Всем доброе утро Доброе утро Доброе утро, я опоздала, простите Госпожа Ясмин, это наработки, которые я сделал для Эрджипс Хорошо Бурджу, ты подготовишь мне документы, необходимые для встречи с господином Явузом Готовлю, госпожа Ясмин Севги Это отлично получилось, правда? Да Мы как раз обсуждали это Это прекрасно Приехала госпожа Назан Саваш, не нервничай Сестра Сестра А я как раз шла за вами Что-то случилось? Сава ждет в гостиной, дядя Приехала сестра Назан Приехала? Она в порядке? Где она была? Мустафа! Халдун! Прошу вас, будьте готовы все вечером в восемь Все вместе поедем ужинать Последние дни нам дались нелегко Но я хочу, чтобы отныне мы снова стали сплоченной семьей Увидимся вечером По-моему, этот вариант отличный Согласен Я ухожу, Севги Давай, желаю удачи Прошу, госпожа Ясмин Спасибо, Буржу До встречи Пока Лейла Устун? Это я Распишитесь здесь Благодарю Не за что, прошу С днем рождения, дорогая подруга Нуриш Твоя сестра в порядке? Не знаю Не нападай на нее Ясмин Прости меня Я делаю все, чтобы наладить нашу жизнь Но иногда не получается так, как ты хочешь Я знаю, Саваш Куда ты едешь? Навстречу Пожелай мне удачи Если совещание пройдет успешно, то шансы получить заказ возрастут Тебе это не нужно Но желаю удачи Благодарю Ясмин Это ты моя жена А ты мой муж Я спросил консьержа Он только что съехал отсюда Будем искать в других местах Как я уже сказал вчера Я только что выкупил бизнес Я буду работать, учась Я давно вынашиваю эту идею Но, конечно, мы будем заниматься планированием с профессионалами Которых я приму на работу О каком объеме производства в год мы говорим? Например, сколько разновидностей сыра будет? Я спрашиваю, чтобы знать, с какими марками вы будете конкурировать Не знаю Порой дела выходят за рамки контроля Прошу прощения, но мне кажется, что это неправильный подход к бизнесу По крайней мере, известно, какие сыры вы будете производить на следующий год Я планирую начать с производства всеми любимого сыра Брынзы Да, я поняла Потом я начну производить мои любимые сыры Когда вы сказали, что не сможете прийти рано утром, я попросила секретаршу перенести встречу на завтра Благодарю, Диля Другие дела для меня сейчас гораздо важнее Скажи ребятам, что вы пришли ко мне Сейчас, господин Саваш Дадим нашему продукту имя, которое обязательно запомнится Может, оно принесет удачу сыру, привлечет молодежь И, возможно, молодежь полюбит этот сыр На следующей неделе мы вместе посмотрим наработки, которые вы принесете И у меня есть идеи, которые помогут вам Что это? Телефон типографии, с которой мы работаем Скажите, что я дала вам номер, и они окажут вам всестороннюю помощь Послушайте, господин Явус, это не наш стиль работы, скажу сразу Я же не говорю вам, делайте сыр так, делайте эдак Я понял, госпожа Ясмин Продолжим? Его нет дома, господин Саваш Мы расспросили друзей, но у него толком друзей нет Он не приходил к ним Мы продолжаем поиски Делайте, что хотите Но найдите этого человека Конечно, господин Встретимся на следующей неделе Мы будем держать вас в курсе проделанной работы Хорошо, доброго дня Доброго дня Нет, Ганни, нет Я не могу отдать диски Они должны быть при мне Ты возьми парня и приходи ко мне Что ты делаешь в Кайсири? Я понял Нет, 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 я сменил дом Послушай Чтобы никто не знал адрес Записываешь? Давай Алло, любимая Как прошла встреча? Как прошла? Я выслушивала заумные речи клиента Моя любимая не любит, когда лезут в ее дела? Но разве это не правда? Ясмин У меня сегодня много работы Знаю, мы должны были посмотреть мебель Поедем завтра? Было бы хорошо Потому что я тоже не смогу выделить время Тогда увидимся вечером Ах да Сегодня вечером я еду ужинать с родными Ты же знаешь, они очень вымотались в последнее время Ладно, милый Созвонимся Хорошо, созвонимся Пока Женушка, как дела? Не занята? Нет, не занята Были проблемы? Что сказали? Нет Не очень нападали Салаш тоже был дома? После моего прихода он собрал всю семью Сказал, что поведет нас на ужин Хорошо, милая Я просто беспокоился Приляг, отдохни немного Я позвоню, когда вернусь с ужина Буду ждать Пока Я знала, что так будет Он пытался мне преподать уроки рекламы Почему ты так злишься? То у него есть идеи То он знает, как лучше Но все, все ясно Мужчина оказался крепким орешком Расскажи ребятам, чего он хочет И они приступят к работе Хорошо Расскажу Папа сказал ей, ты поставишь их Откуда ты знаешь, о чем они говорили? Я что, ребенок, брат? Я говорю, что слышал И ваш разговор тоже Не ввязывайся в это дело, Ибрагим Уже ввязался В смысле? Я тебя спрашиваю, Ибрагим Я в курсе предыдущих случаев Я рассказал, Чичек Не позволим отцу так поступить Теперь пообещай мне, Ибрагим Ты будешь держаться подальше от этого Понял? И это не совсем пойдет Послушай, у нас осталось мало времени До завтра я жду от тебя Четыре разных предложения Пожалуйста Ты решила насчет вечера? Нет, Сергей, я и не думала об этом Ясмин, не задерживайся дольше Поезжай, возьми маму А я закажу столик Доброго вечера, пока Наконец-то хоть кто-то пришел Мы заждались вас Дядя Это обычное дело А что такого? Мы раз в сто лет выбираемся в люди Добро пожаловать, Ясмин Здравствуй, мамочка Собирайся, сегодня день рождения у Севги И у Севги сегодня день рождения А у кого еще день рождения? Ни у кого Просто так спросила Не будем опаздывать И поскорее пойдем Нет, ты поезжай, Ясмин Я не поеду Нельзя, мама, нельзя Ты обязательно должна поехать Ты все время сидишь дома Не настаивай, Ясмин У меня эта голова болит Не ищи отговорок, мама Я сказала, что и ты придешь Некрасиво получится Давай, давай Дай откушу Откусить? Откушу Фидан Какая ты красивая Прекрати, Пала Отлично выглядишь Так, раз все в сборе, поехали Куда мы едем, Саваш? В бывший бар Джима Ты интересовался им? В нем работает новый повар Еда потрясающая Поехали Расстояние, как от вашей деревни до Вана Брат купит машину на следующий год Конечно Скажи Мимо, чтобы прекратил спрашивать Ты шутишь? Наш Мимо? Когда купил? Да ладно, не может этого быть Ебрагим Много болтая, мужчиной не станешь Зачем он это сделал? Давай-ка, выйдем и прогуляемся Что скажешь? Давай Зря ты это затеяла Еще взяла с собой маленького ребенка Мама, а что делать с Евгей? Праздновать день рождения одной? Разве день рождения так важно? Важно, конечно Ты празднуешь его раз в год А вот едет Итак, госпожа Лыла, поехали Какое отличное место, правда, тетя? Саваш, спасибо Ты очень осчастливил нас Теперь так будет всегда, мама Надеюсь Я боюсь отца, брат Ты видел, как он разозлился на меня на ровном месте? Не бери в голову И забудь о нашем разговоре Твоя задача учиться Остальное не важно Как дела в университете? Ты совсем не рассказываешь Там очень красивые девушки Я тебя не о девушках спрашиваю, а об учебе А столоб Послушай, мы создали фирму Скоро и ты присоединишься ко мне Не прогуливай занятия Добро пожаловать Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Другие твои друзья приедут? Мы хотели позвать Нориш, но решили, что и далеко лететь из Бодрума Нориш? Да Мамочка, мы приехали сюда ради твоего дня рождения Это мой подарок вам Надеюсь, понравится Как вы меня обманули Молодцы Это и есть настоящий сюрприз Вы очень удивлены? Правда, Пала Когда в последний раз мы вот так ходили ужинать? Когда? Я даже не помню За нашу семью За счастливые дни Давайте Ты только посмотри на нее Вместо того, чтобы скрывать своего ублюдка Она без стеснения выводит его в люди Нужно совесть иметь И стыд тоже Сестра, хватит Замолчи Уходим, мама Уходим Давайте уйдем отсюда Музыка Музыка Севги, отвези маму Сумиром. Ты не поедешь с нами? Нет, мама, я немного прогуляюсь. Куда ты поедешь совсем одна? Мама, пожалуйста. Хорошо. Созвонимся. Не берите в голову, это чистая случайность. Я думала, что это женщина в Бодруме. Когда она приехала, и как ей не стыдно приезжать. Господин, будут еще пожелания? Простите, но мне очень плохо. Кажется, у меня сердцебиение, я не могу дышать. Пала, что с тобой? Ты в порядке? Дядя. Давай, вставай. Вставай, вставай. Уйдем отсюда. Это французская еда, не для моего сельского желудка. Поэтому, наверное... Халдун, возьми сестренку. Халдун, возьми сестренку. Бала, тебе лучше. Поедем в больницу. Нет, 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 мне гораздо лучше. Поскорее доберемся до дома. Я остаюсь. Сестра, возьми мою машину. Хорошо, но Саваш. Сестра, оставь парня в покое. Он молод. Пусть останется. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мне плохо, Севги. Я побуду немного одна. Может быть, я опоздаю. А может, и вообще не приду. Я не знаю. Ясмен, что ты будешь делать? Я тоже приеду. Не знаю, Севги. Я просто хочу побыть одна. Ясмен, я буду на связи. Оставайся у нас, хорошо? Не оставляй их одних. Ладно, дорогая, не волнуйся. Хорошо. Не беспокойся за нас. Родное мое. Налей мне виски. Эфан, слушаю. Где ты, Ясмен? Не звони мне сегодня, Саваш. Я хочу побыть одна. Любимая, только что произошла неприятная случайность. Где ты? Я приеду за тобой. Лучше не приезжай. Я не переживу еще одной встречи с тобой сегодня. Ясмен, пожалуйста. Саваш, пожалуйста, пойми. Не будь таким эгоистом. Ладно, как скажешь. Я люблю тебя. Все хорошо. Вот только в Стамбуле нельзя без друзей. Я тоже, как приехал, соскучился по ванну. Но человек со временем привыкает. Ты и здесь обретешь много друзей. А где наше пиво? Мы же поехали пить пиво. Действительно, поехали. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Спасибо, Индам. Приятного аппетита. Он увидел ту женщину и разнервничался, конечно. Кто знает, сколько времени она обманывает парня. Послушай, когда он вернется, будь с ним рядом. Покажи, что ты понимаешь его. Не оставляй его одного. Мужчины любят женщин, которые заботятся и берегут мужчин. Не будем обманывать себя, мама Шахнур. Саваш не любит меня. Это поможет желудку. Но, может быть, спросим врача, есть ли противопоказания. Ты не пил их после операции. В лекарствах нет необходимости. Я в порядке. Но ты побледнел, Пала. Но мне ли не знать, когда тебе плохо? Я не из-за болезни побледнел. Я солгал. Почему? Чтобы избавить Саваша от трудной ситуации. Саваша? Я очень устала, Бура. За ужином все делали вид, что счастливы. Как смешно они выглядели. Я уже завтра, послезавтра скажу все. Заберу Бурана и приеду к тебе. В любом случае, ты не должна конфликтовать с семьей. Это необходимо ради Бурана, верно? Я не ожидала этого отца ваша. У нее есть незаконнорожденный ребенок. Что же будет дальше? Он должен был забыть о любви и продолжить жить дальше. На этот раз твоя сестра оказалась права. Федан, сестра не права. Я боюсь, что она узнает, причинит вред и что-нибудь случится. О чем ты говоришь? Это ребенок Саваша. Что? Молчи. Эдасы омрюме, 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 омрюме. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Не пытайся зря скрыть, Саваш Я прекрасно вижу любовные муки Я специалист в этом Ясмин? Закрой сегодня кассу Как скажете Я здесь, Саваш А ты где? Саваш, я вызову тебе такси Саваш, я вызову тебе такси В таком состоянии ты не сможешь везти машину Нет, я не хочу такси Тогда пусть ребята отвезут тебя У меня нет машины Ладно, мне подходит ДимаTorzok ДимаTorzok Эндам, Саваш не приходил ночью Не знаю, госпожа Где же ты, Ясмин? Спасибо Слушаю, мама До свидания Где ты, Ясмин? В новом доме? Ты в порядке, дочка? В порядке, не волнуйся Я позвоню тебе, когда приду в себя Я еще не проснулась Хорошо, дочка Ладно Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Проблемы были? Нет, господин Я сказал в участке то, что ты наказал Отлично Возвращайся к работе Здравствуйте, я сообщил по телефону, по каким адресам разослать Все сделали? Да, господин Благодарю Не за что Субтитры Алексею Дубровскому! Я так старалась разбудить тебя, но все тщетно Значит, проблема решается одним звонком Позвонишь, как проснешься Ясмин? Пелин Я много выпил вчера ночью Не нужно рассказывать мне, милый Если помнишь, я следила за тобой всю ночь Последнее, что я помню, как мы разговаривали в баре Как мы приехали сюда Ты такой смешной, Саваш Ты не помнишь, конечно Ты был пьян в стельку Ты ничего не соображал Саваш, тебя это беспокоит? Не волнуйся, милый Никто не хулиганил И не будет хулиганить, пока я этого не захочу Ты и так валился с ног, когда мы приехали Я уложила тебя в кровать и пошла спать в гостиную Не притворяйся смущенным мальчиком и собирайся Завтра готов Повернете направо? Да, конечно Явус, я сварила твое любимое абрикосовое варенье А ты даже ложечки не съел, молодец Мамочка, я не люблю абрикосовое варенье Абрикосовое любит чечек Ты нас постоянно путаешь Верно Хотя бы ты съешь Ты с детства пичкала меня всем, что не съел, брат Не смейся, брат Из-за тебя в детстве я был толстяком Приятного аппетита Ты опять ничего не поел Не смотри на меня, мама, я наелся Брат, приехать к тебе после занятий Давай Во сколько приедешь? Занятия в час В два часа я освобожусь Хорошо, приезжай, я буду в офисе У тебя же рано занятия Этот предмет завтра Я перепутал А я собралась за покупками Чечек понравился один комплект Но нет времени купить Я куплю и сделаю сюрприз Так и будь Поезжай Ты пришла в себя, дочка Ясмин Ты и так устаешь, доченька Если ты еще будешь так огорчаться, ты заболеешь Мама, со мной все нормально Я опаздываю Пока Проходи Я не голоден, мне нужно ехать Ты из тех мужчин, которые сбегают рано утром Я вчера был тебе обузой, прости Не стоит вспоминать Всегда пожалуйста Доброго дня Эти конверты привезли госпожа Шахнур и госпожа Чичек Спасибо Доброе утро, Саваш Ясмин, как дела? Нормально Ты на улице? Слышен шум Да, я еду к тебе Саваш, если хочешь, встретимся в обед Сейчас неподходящее время Нет, не пойми неправильно Я в агентстве Просто рано начала работать Ладно Как пожелаешь Я люблю тебя Я тоже Алло Алло Эндам, принеси кофе Хорошо, госпожа Хорошо, госпожа Доброе утро Доброе утро Ты в порядке? Где ты была вчера? Ездила в новый дом Там спала Глупо Глупо, правда? Мне тяжело Мне тяжело смириться с этим Мне кажется, что я теряю Саваша Возможно, нужно обрести более твердую почву Чтобы отчетливо видеть реальность Мечтать о доме еще слишком рано Наверное, я все придумала Тебе нужно потерпеть Легко говорить Я понимаю, но Не будем говорить об этом, Сергей Работа отвлекает меня Как хочешь Работы как раз много Позвони нашему производителю сыров Он хотел прислать данные о компании Ладно, сейчас позвоню Что скажешь на это? Я понял, Ибрагим Что недостаточно хорошо воспитал тебя Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать следующее Сын Ахмета Морана должен знать Что такое семья Что значит быть семьей? Быть семьей значит Не раскрывать семейные тайны Ни при каких обстоятельствах Значит, держать рот на замке Если ты не знаешь об этом Значит, в этом я виноват Что теперь будет? Я тебе скажу Я преподам тебе урок Который ты не доучил раньше Ты научишься держать язык за зубами Папа Как я всегда учил вас Нельзя предавать семью А ты что сделал? Ты предал родного отца Быть семьей значит думать только о семье Правильно это или нет А не плести интриги за спиной отца Папа, не надо Если бы я знал, что ты донесешь на меня Я бы тоже сказал тебе не надо А ты предоставил мне такую возможность? Не предоставил Ты предал меня Не плачь Не смей плакать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Нет Пусть научится молчать Господин Ибрагим 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 Ибрагим, сынок Сынок Ибрагим 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 от обранных кандидатов, господин Саваш. Вы просили. Благодарю, Диля. Я должна еще что-нибудь сделать? Нет, можешь идти. Добро пожаловать. Здравствуй. Дядя, ты сегодня рано. Хотел поговорить насчет вчерашнего. Откройте ворота! Откройте, откройте! Ибрагим! Сынок! Что случилось? Я сам ничего не понял. Господин Явус, вы завтра приедете на фабрику. Инженеры, с которыми вы хотели встретиться, ждут, когда вы назначите время. Я свободен завтра, госпожа Нилли. Будет хорошо, если назначите с утра. Все сделаю. Слышу, сынок. Мама, Ибрагима нет? Я сама только пришла домой. Ибрагима нет. Твоего папы тоже. Ибрагим оставил телефон дома. Хорошо. Как придет, пусть позвонит мне. Конечно, сынок, передам. Ибрагим! Ибрагим, скорее, поезжай быстрее! Сынок! Сынок, очнись! Умоляю тебя, очнись! Ибрагим! Ибрагим, очнись! Очнись, Ибрагим! Ибрагим, прошу тебя! Скорее! Я много думал, Саваш. Так дальше дело не пойдет. Ты не должен лгать матери и Чичак огорчать. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что жалко Ясмины твоего родного сына. Ты срочно должен решить эту проблему. Я поддержу тебя. Если хочешь, помогу. Алло. Господин, случилось нечто плохое. Что случилось? Ибрагим... Что случилось с Ибрагимом? Захлебнулся. В бассейне. Что ты сказал? Мы в больнице. Мы срочно привезли его с господином Ахмедом, но... Как он? Как его состояние? Господин, господин, приезжайте скорее, умоляю. Мы в шоке. Ладно. Я сейчас приеду. Смотрите, когда меняешь цвет, пропадает яркость. Сделаем в двух вариандах. Но тогда нам понадобится больше времени. Сделай передышку. Мы продолжим, Анел. Я хочу еще раз посмотреть. Было бы замечательно. Дай посмотрю. Слушаю, Саваш. До сих пор работаешь? Не сделаешь перерыв? Нет. Я пока отдыхаю. Тогда встретимся в нашем доме. Сейчас. Будет лучше, если ты сразу приедешь. Мы же собирались поужинать. Ясмин. Я больше не могу разговаривать. Скорее приезжай домой. Я рассказал об этом госпоже Ясмин. Музыка. Музыка. Я звоню Явозу, на этот раз он не отвечает. Они не приезжали к тебе? Нет, мамочка. Куда он подевался? Твой папа тоже пропал. Куда мог пропасть взрослый парень, мама? Скоро придет, не волнуйся. У меня на душе неспокойно, Чичек. Если они приедут, позвонишь мне, ладно? Ладно, не паникуй. Может быть, он в университете. Надеюсь. Беда какая. Я пошел в сад за шлангом, чтобы помыть машину. Он плавал в бассейне. Потом я услышал крики господина. Прибежал. Смотрю, он пытается вытащить из воды Ибрагима. Такого бездыханного, неподвижного. Мы отвезли его в больницу. Доктор сказал, что он давно умер. Брат, ты где? Ибрагим пришел к тебе? Мама умирает от беспокойства. Позвони. Чичек. Ибрагим. Ибрагим. Ибрагим плавал в бассейне, когда охранник пошел в сад за шлангом, чтобы помыть машину. Потом они услышали крики отца. А потом Ибрагим в бассейне бездыханны, неподвижны. Его не смогли спасти, когда привезли в больницу. Ибрагим умер, Чичек. Ибрагим. Чичек. Дочка. Чичек, милая. Что с тобой? Саваш. Прости, Ясмин. Я не хотел бросать вас в такой ситуации. Особенно умер. Ахмед. Куда вы все вдруг пропали? Что случилось? Что с вами? Сынок, где Ибрагим? Ахмед. Ахмед. Я повел их на ужин, потому что они все вымотались. Лучше бы я сказал тебе, что мы поедем туда. Как долго это будет продолжаться? Вчера это случилось, а завтра что произойдет? Мы всегда будем так жить. Мы будем бояться выйти с умером на улицу. Ты говоришь, что решишь проблему, но ничего не предпринимаешь. Любимый, я просто хочу создать очаг. Я хочу, чтобы мы стали семьей. Ты, я и наш сын. КОНЕЦ Брат. Ходи, приехали. Что не так? Не отвечает? Сбрасывает. Ах, Ясмин. Не могла не спорить с человеком. Ты замерзла. Потому что разлучена с тобой. Дорогая. Я принес конверт на имя Ясмин Устун. Вы можете отдать его мне. Я ее мама. Прошу, распишитесь. Конечно. Благодарю. Доброго дня. Доброго дня. Чичи-чика. Госпожа Шахмур. Что ты мне приготовишь? Яйца с колбасой. Яйца с колбасой? Что не так? Не нравится? Ну тогда пусть каждый выкручивается как может. Ладно. Ясмин. Мне нужно тебе кое-что сказать насчет вчерашнего вечера. Слушаю, мама. Саваш, где ты? Мама, что случилось? У тебя странный голос. Приезжай скорее, сынок. Брат Чичек умер. Сейчас приеду. Брат Чичек умер. Что? Что? Чичек. Саваш. Саваш. Мне нужно ехать. Поезжай. Поцелуй за меня умера. Поцелую. Поцелуй за меня. Поцелуй за меня. Поцелуй за меня. Добро пожаловать, дочка Как прошёл день? Нормально Случилось что-то плохое? Брат Чичек умер А кто такая Чичек? Саваша Невестка Какой ужас Как это случилось? Захлебнулся, плавая в бассейне Больше я ничего не знаю Чичек не в состоянии разговаривать Молоденький парнишка, жалко Нужно выразить соболезнования Пусть только Саваш приедет Не смотри так, Назан Мы уже говорили об этом Говорили, но не договорились Это в твоей воле, Назан Порой человек должен смириться С чем смириться? А, Саваш приехал Поехали Идём, сынок Поехали 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 Собирайся, мы едем Куда? Ребята как сумасшедшие работали сегодня Все вместе едем в Барк Пилин Вы поезжаете, я не в состоянии Нельзя, Ясмин Нужно стимулировать ребят Ты капризничаешь, Ясмин? Севги, почему ты настаиваешь? Давай, Ясмин, живо Живо, живо Как мама Явус Врач сделал ей укол Старается держаться Мои соболезнования, господин Ахмед Примейте мои соболезнования Мои соболезнования, госпожа Каймед Дай вам, Аллах, терпения Соболезнования, Чичик Мои соболезнования, Чичик Почему он умер? Он был еще маленьким Он не мог умереть Еще слишком рано Конечно Конечно Явус Явус Его похоронят в ванне Да Завтра утром Пусть упокоится с миром Ты поедешь рано утром Вместе проводите в последний путь Хорошо, Анел Вы садитесь Мы в пути едем Конечно Видишь, как хорошо мы сделали, что поехали Субтитры подогнал «Симон» Чичик Чичик, не надо Дай мне Давай, Чичик Добро пожаловать, госпожа Добрый вечер, госпожа Добро пожаловать, госпожа СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Простите. Иду, иду. Виски, пожалуйста. Я звонила Савашу, но он не ответил. Может быть, он не мог разговаривать в тот момент? Неизвестно, кто рядом с ним. Что поделаешь? Ладно, забудь. Чего ты добиваешься? Почему ты постоянно пытаешься наказать себя? Ты переживаешь любовь, которую любовь позавидует. Я с радостью отдала бы 10 лет своей жизни, чтобы пережить такую любовь хотя бы 10 дней. У тебя есть мужчина, который безумно любит тебя. Умей ценить это, Ясмин. Нам пора идти. Утром вы поедете в ванн. Отдохните этой ночью. Во сколько вы уезжаете? Первым рейсом. Пора ехать. Продолжение следует... Я принесла чай. Ясмин, ты в порядке, милая? Да, мама, я в порядке. Приляг рядом со мной. Идём, идём, идём. Ясмин, не пугай меня, милая. Ясмин, мне очень плохо. У меня болит душа. Я думала, что я справлюсь, но у меня не получается. Не получается. Всё наладится, всё пройдёт. Мама, я ни с кем не могу делиться ваша. Мысль о том, что он с другой убивает меня. Ну, что ты такое говоришь, Ясмин? У вас есть проблемы? Между вами встал кто-то другой. Что случилось? Саваш? Саваш с Чичек? Что? Саваш с Чичек женаты. Но Чичек на самом деле... Мама! Ничего, дочка, ничего, милая. Тише, тише. Сначала успокойся, потом расскажешь. Ясмин, милая, умоляю. Ну, всё. Всё хорошо, не плачь. Ясмин. Ну, всё. Хочешь чего-нибудь, тётя Фидан? Нет, Индам, спасибо. Вставай, пойдём спать. Они всё равно приедут. Утром поговорим. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Здравствуйте. А мы вас ждали. Как Чичек? А как может быть? Убито горем. Когда похороны? Завтра в ванне. Ты поедешь с Савашим. Конечно. Спокойной ночи. Вам того же. Саваш, я тоже лягу. Я очень устала. Доброй ночи. Саваш, я тоже лягу. Саваш, я тоже лягу. Саваш, я тоже лягу. Саваш, я тоже лягу. Садись. Поешь, а потом выпьешь более утоляюще, и всё пройдёт. Мне не хочется, мама. Никаких возражений. Теперь ты будешь слушаться маму. Хочу. Давай. Ясмин, получила письмо, которое я прислал тебе, насчёт госпожи Чичек и госпожи Шахнуру. Мама, мне приходило письмо. Ах, да, пришло. Я совсем забыла. Где оно? Подожди, принесу. Сообщай нам новости. Хорошо, мама. Счастливого пути. Пока. Я позвоню вам. Пала, береги себя. Эндам, принеси в кабинет кофе. Сейчас, госпожа. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Давай, давай. Эти фотографии сейчас в руках Шахнур Балдар и Чичак Балдар. Фильм озвучен Тео Прим. Фильм озвучен Тео Прим. Фильм озвучен Тео Прим.